всем привет на канале Old Dutchman сегодня у нас с вами новый выпуск о иммигрантах, о беженцах, о их преступлениях в Германии, но тем не менее политклуб и вот эта вот криминальная хроника идут, скажем так, нога в ногу, поэтому довольно-таки неприятная новость, но я решил этой новостью поделиться с вами, чтобы вы знали, если, к примеру, кто смотрит меня из Германии, чтобы вы знали, как вести себя, допустим, на вокзале, на автовокзале или на рыночной площади, если вдруг вы столкнетесь с какими-то беженцами, мигрантами, ищущими политического убежища, требующими к себе особого отношения и внимания со стороны не только немецких властей, но и простого народа. Так что же случилось? В городе Ульцин в Нижней Саксонии субботы на воскресенье с 13 на 14 июля на перроне вокзала 18-летний марокканец, мигрант, проситель статуса беженца толкнул мужчину 55 лет, мужчина упал, ударился затылком, кровоизлияние в мозг, умер на месте. Естественно, это все засняли камеры видеонаблюдения на вокзале, подоспела охрана вокзала, подоспели полицейские, которые постоянно там патрулируют, его арестовали и отвезли в полицию. Что интересно, за пару часов до этого преступления этот марокканец уже был в полиции и оказывается, как он туда попал? Он попал туда за кражу в магазине и оказание сопротивления, в первую очередь, детективу магазина и сотрудникам правопорядка, вызванным по телефону в этот магазин по случаю кражи. На него завели как бы административное дело и отпустили, отпустили, просто отпустили. И вот он, наверное, не отойдя еще от этого агрессивного состояния, решил излить свои эмоции, свою агрессию на кого-то постороннего, кого он увидит на улице или на вокзале. И этим человеком по несчастной случайности оказался вот этот вот мужчина, 55 лет возраста, которого этот марокканец просто-напросто толкнул. Для тех, кто скажет, что такое толчок. Толчок намного сложнее и тяжелее по нанесенным увечиям, чем удар кулаком, потому что кулаком вы бьете, допустим, в лицо или в грудь, или в живот. А когда вы толкаете человека, то вы можете толкнуть или одной рукой, или двумя руками за счет движения всего корпуса вперед. Это очень опасный прием. Любой толчок – это очень опасный прием. Потому что если человек упадет и ударится головой, то может случиться такое, как случилось вот в городе Ульцине, в Нижней Саксонии. Камеры видеонаблюдения все это засняли. Подоспела охрана вокзала, подоспели полицейские, патрулирующие этот вокзал. И этого отморозка из Марокко, 18 лет, вновь арестовали. Но уже его из полиции не выпускали. И в понедельник, 15 июля, он предстал перед судьей, перед уголовным судьей. Вменили в вину преднамеренное убийство. И к этому преднамеренному убийству приплюсовали еще вот эту кражу в магазине, оказание сопротивления сотрудникам правопорядка, драку в магазине с продавцами и с детективом. Все пошло до кучи. Теперь же будем ожидать, что, какой приговор вынесут судьи вот этому вот марокканскому мигранту. Не беженцу, мигранту. Вы знаете, если бы, к примеру, полицейский застрелил вот этого мигранта, после того, когда он убил человека, то полицейского бы судили. Судили бы, и это была бы уже не рутина, это уже было бы, как бы сказать, прецедент того, что полицейские стали распускать руки, стали очень часто применять оружие против безоружных мигрантов и так далее. Это опять некоторые граждане из партии зеленых, из ультралевых, подняли бы шумиху и начали бы кричать, что наше государство не совсем толерантное и не совсем демократичное, как этого хотелось бы кому-то там. Но полицейских здесь с оружием не оказалось, которые должны были бы успокоить его. В любом случае, этот мигрант убил человека. Просто взял и убил человека. Может быть, он думал, что этот человек просто покалечится, и этому мигранту, если откажут в выдаче статуса беженца, посчастливится лет на пять, а может быть на шесть, приземлиться в тюрьме, на тюремной койке, где его будут кормить три раза в сутки, где он будет спокойно жить, как у бога за пазухой, и ни черта не будет делать, кроме как выполнять свою посильную работу. Перестарался? Урод. Вы знаете, иногда у меня вырываются такие слова, потому что нормальными словами, нормальными обозначениями таких вот гадов никак не маркируешь, скажем так. Если он урод, то он урод по жизни. Если он отморозок, то как бы он ни старался вам улыбаться в лицо, он отморозком и останется. И таких вот, извините за выражение, за прямое выражение, нужно сразу на границе разворачивать и отправлять обратно. Не важно, откуда они приехали, не важно, через сколько морей они перебрались на надувной лодке или на плоту, построенном Юрием Лозой, не знаю, не важно. Такие уроды не заслуживают того, чтобы жить среди нормальных людей. И вот опять наша вот эта дрожайшая министр внутренних дел Нэнси Фезер оказывается после того, когда закончился чемпионат Европы по футболу, сказала, все, усиленную охрану границы снять, она уже нам не нужна. Как только начнется Олимпиада в Париже, усиленную охрану границы между Германией и Францией. То есть ей абсолютно наплевать на то, что сейчас, если полицейские патрули, вот эти вот приграничные патрули, уйдут с тех мест, на которых они действительно пачками ежедневно отлавливали вот этих вот нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Германию, уйдут с этих мест, то на этих местах она думает, что уже мигранты не будут идти. Они увидят, они же как пчелы на мед, скажем так, мягко выражаясь. Они чувствуют, опа, вот здесь появилась опять дыра. Нужно через эту дыру рвать. Нас никто не остановит. Вперед! И понесется. И опять будет то же самое. Полиция пытается выполнять свою работу, но сами министры, сами наши управленцы, сами власти ставят палки в колеса этой полиции, ставят палки в колеса вот этим вот, скажем так, полицейским на границе, не давая им возможности выполнять свои обязанности, те обязанности, которые на них возложены инструкциями и государством. Я не буду говорить, что мы ждем, когда будут новые выборы. Не буду говорить. Уже задолбался сам говорить вот это вот постоянно. Что мы ждем, мы ждем. К чертям гнать нафиг всех вот этих вот, извините за выражение, всех наших правителей, избирать на их место других, более-менее здравомыслящих. И вот этих вот мигрантов, которые постоянно, ежедневно избивают людей, убивают людей или насилуют женщин, девушек, всех нафиг куда-нибудь на один остров, где-нибудь в Тихом океане, да? Там же полно островов. Отправите их все, и пусть они там друг дружку целуют, обнимаются, выражают свою толерантность во всех своих извращенных формах. Пусть они там друг друга хоть, блин, там не знаю, хоть съедят, блин, с говном, извражение. Ну и вот, блин, ну нет просто других нормальных слов, чтобы описать то, что происходит во многих городах Германии. И заметьте, такое происходит или в крупных городах, или в мелких городках. В деревнях такого нет. Почему? Да потому что многие деревни не имеют своих магазинов. И в этих деревнях в основном-то живут 99% чистые немцы. Ну, может быть, 1-2% живут русскоговорящие. Но чтобы закупаться в этой деревне, у всех есть машины. Они ездят в соседний там, допустим, райцентр, блин, в соседний городок, они закупаются там на неделю вперед, и вот так вот живут в своей деревне. Деревушки, очень много таких деревень, особенно в Баварии, где даже нету ни мясной лавки, ни кондитерской, или Бакалейной, вообще нет ничего, кроме домиков. Вот как типа дачный поселок, да? Вот такие вот тут деревни есть. И в таких деревнях тоже тишина, потому что вот этих мигрантов там нет. Им же подавай культуру, им же подавай кно, театр, дискотеку, торговый центр, еще что-нибудь. Им же все благоцивилизации. Вот вам, пожалуйста, живите, радуйтесь, вас приняли сюда. Сейчас рассматривают вопрос о присвоении вам статуса беженца, или неприсвоении, или выдаче статуса терпимого. Радуйтесь, вы уже здесь, вы пересекли, блин, море, вы пересекли полокеана, чтобы из своей идиотской, убогой, блин, американской страны попасть в цивилизованный мир. Что же вы делаете в цивилизованном мире? Вы вспоминаете свои базовые животные инстинкты, хватаете в руки нож и начинаете бегать по улицам и резать людей. Кстати, в воскресенье, 14 июля, в Берлине прошла опять-таки пропалестинская демонстрация. Но среди этих палестинцев, якобы защитников Палестины, родителей за создание государства Палестина, за уничтожение агрессора, опять же были вот эти вот игиловцы. И уже дошло до того, что они, ну, не сдержали своих эмоций и набросились на полицию, и набросились на противоборствующую демонстрацию. Была сильнейшая драка. Пострадали опять-таки простые граждане, не пострадали сотрудники полиции. Вопрос к властям. Вопрос просто к властям. До каких пор террористы, преследуемые по закону во многих странах, будут вольготно и спокойно жить в Германии? Пользуясь защитой министра внутренних дел Нэнси Фезер, пользуясь крышей министра иностранных дел Аналены Бербок и ее ведомства, выдающего визы по подложным документам, до каких пор будет твориться вот этот вот бардак у нас в стране? Эти правители просто не понимают, что абсолютно все люди, даже те, кто против АФД, на следующий год отдадут свои голоса за АФД. И вот тогда эти правители, в первую очередь правители, а потом вот эти все нелегальные мигранты, полетят, я не знаю, они полетят как пули, блин. Кто в тюрьме, кто из страны, кто куда угодно. Может быть тогда в стране настанет порядок. А пока у нас бардак. И я как бы сообщаю вам в виде таких вот репортажей об этом бардаке. Держите ухо востро, не забывайте о подписке на канал. Естественно распространение этого видео. Если кто желает стать спонсором нашего канала, в конце каждого видео идут кода, вот каждое видео в описании, ссылочки на донаты. Всем будем рады, если вы сможете поддержать наш канал и помочь его развитию. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok